И сама эта местность очень уникальная, необычная. Там находятся термальные источники, радоновые ванны, сероводородные горячие родники, в которых издревле были построены бани, и до сих пор они действуют. То есть на горных кручах, на скалах находятся в пещерах бани. То есть естественные ванны, которые можно купить. В этой местности имеются еще одни очень загадочные артефакты, очень загадочные явления. Эти явления связаны с каким-то таинственным электричеством, с таинственной энергией, которая постоянно ощущается в этих деревнях, в этих горах, значит, из-под земли выходит электричество. Даже я не знаю, как это выразить, что бывают случаи, когда при прикосновении к земле, к стенам домов, эти стены бьют электричеством. Вот такая вот уникальная какая-то особенность этих местностей. И еще постоянно происходят какие-то загадочные свечения, какие-то непонятные, появляются неизвестные, непонятные плазмоиды, какие-то световые явления, светящиеся шары. И местные мифы и предания также говорят об этих явлениях, и что здесь, в этих деревнях, очень много находится памятников захоронений, святых мест, святых людей. То есть, это называется пиры. И эти святые обладали очень, так сказать, сверхчеловеческими способностями, которые также связаны с проявлением природного, естественного электричества. То есть, эти люди излучали свет, они владели световой энергией электрической и могли манипулировать этой энергией. Энергией электричества, энергией... Ну, если открыто говорить, энергия в риль. Да, что тут скрывать? Вот такие вот необычные, загадочные явления. Мы прибыли в это уникальное место, деревню Нютя. Это очень аномальная зона с паранормальными явлениями в поисках атлантов и нефилимов. Местные жители сами свидетели того, что они очень часто здесь находят кости людей, и они очень хорошо разбираются в антропологии, так скажем, в костях животных человеческих. И они говорят, что... А это сто процентов истинно, что здесь они находили кости черепа огромного размера. То есть, по всем данным эзотерическим, это черепа огромных людей. Атлантов, нефилимов. И мы здесь провели два дня в поисках этих артефактов. И кое-что нашли. Кое-какие у нас есть сведения уникальные. Так что эта экспедиция у нас прошла успешно. Отлично. А сейчас мы отправляемся в город. В общем, подготовим свой автомобиль. И по этим. И вот он наш помощник. Так что до следующих встреч.